В эфире новости Запада Башкирии. Команда из Октябрьска приняла участие в республиканском полуфинале конкурса КВН «Безопасная дорога детства», который проходил в Нефтекамске. В концертном зале Дворца Творчества собрались команды из Туймазов, Октябрьского, Гуздягского, Ермикеевского районов, а также других городов и районов республики. Команды состязались в конкурсах приветствий, капитанов и музыкальном домашнем задании. Победителей призеров среди городов и районов определили отдельно. Среди городов первое место заняла команда из Нефтекамска, второе место поделили команда из Октябрьского и Туймазов, третье – у Агиделя. Среди районов первое место взял Бакалинский район, второе – у Шаранского, третье место заняли краснокамцы. Команда из Октябрьского в тройке победители чемпионата Башкирии по спортивному туризму. Он недавно прошел в Нефтекамске. Воспитанники Октябрьской станции детского туризма и экскурсий привезли второе общекомандное место. Основная команда бежала по четвертому классу сложности. Вторая команда участвовала в третьем классе и заняла первое место на дистанции лыжная группа. В Довлеканово проходит районный этап конкурса «Учитель года-2019». В этом году на звание лучшего претендует семь учителей из городских и сельских школ. Педагоги пройдут несколько этапов, в частности, конкурс информационных ресурсов, мастер-класс и написание эссе. Два испытания уже остались позади. Конкурсанты провели методические семинары. На них они рассказали о применяемых на уроках инновационных технологиях и методиках. А на днях участники преодолели один из самых сложных этапов. Открытый урок в незнакомом классе. Команда Довлекановского района приняла участие в межрайонном турнире по волейболу среди мужских команд. Он прошел в Туймазах. Соревнования посвятили столетию образования республики. По итогам нескольких проведенных игр довлекановцы завоевали первое место. Второе место у команды из Аургазинского района, а третье место взяли Альшеевцы. На днях жители и гости Бешбулякского района в очередной раз собрались на лыжной трассе. Гонщики боролись за призовые места в районном этапе «Лыжня России». На соревнования заявки подало 325 человек в 10 возрастных категориях. Для гостей мероприятия работники Дворца культуры Бешбуляка и Центров детского творчества «Вектора» и «Семья» организовали игровые площадки. Преодолевших трассу лыжников ожидала возможность выиграть призы по лотереям. Счастливчики получили три пиццы, кувшины, фильтры, напольные весы и болгарку. Затем самые младшие участники отправились к старту. В конце гонки всех победителей забега наградили грамотами и медалями. Около 87 миллионов рублей направят на благоустройство Тумазинских дворов в этом году. Профинансируют проект в рамках республиканской программы «Башкирский комфортный дворик». 79 миллионов выделит республиканский бюджет, почти 9 миллионов местный. Около 58 миллионов рублей из этой суммы вложат в дворы Тумазов, остальные – в дворы крупных сел, где есть многоэтажные застройки. В рамках проекта предполагается заасфальтировать, озеленить и улучшить освещение дворовых территорий, обустроить парковочные места, установить скамейки, урны, детские и спортивные площадки, а также малые архитектурные формы. 11 февраля в Тумазинской центральной районной больнице отметили Всемирный день больного. Медицинский персонал совместно с волонтерами-медиками провели реатакции, направленных на приобщение людей к здоровому образу жизни. Всем желающим предложили проверить свое артериальное давление, определить индекс массы тела, поучаствовать в утренней гимнастике. Также волонтеры раздали буклеты по здоровому образу жизни и профилактике сахарного диабета. Глава администрации Буздяка Азат Арсланов провел встречу с жителями сел Шлендекуль и Урзайбаш. Собравшиеся обсудили ряд актуальных вопросов, в частности водоснабжение, освещение, состояние автомобильных дорог, сохранение школы и работу сельского клуба. Те проблемы, которые в компетенции муниципалитета администрация пообещала решить. Также все озвученные вопросы и проблемы взяли на контроль. Субтитры создавал DimaTorzok